Вопросы по программированию и не только. Часть номер 9. Поехали! Итак, у нас сегодня 6 вопросов. Они перед вами на экране. Давайте приступим. Поехали. Первый. Первый уже 37-й уже по счету. Итак, где и как, ой, что и где лучше использовать Kafka или RabbitMQ? Ну, я хочу быть с вами откровенным. Я Kafka никогда не использовал, но я нашел некоторое количество статей, прочитал их. И, в общем-то, я сделаю ссылочку в описании на одну очень хорошую статью, которая сравнивает работоспособность и производительность, и в том числе другие плюсы и минусы. Кавка, RabbitMQ. Ссылка в описании. Почитайте. Ну, вообще, если говорить про то, что это такое и для чего это нужно, это очереди сообщений. Они работают так или иначе очень похожи. На самом деле есть некоторые разницы в процессах, в реализации самих вот этих обслуживания чередей. И, наверное, нужно просто понимать, как это работает, чтобы выбрать нужную штуку. Я знаю, что можно использовать RabbitMQ на ASP.NET Core. Я знаю также, что можно и Kafka приспособить на ASP.NET Core. Ну, а тут выбор за вами. То есть, что вам ближе. Знать все, как я уже говорил не раз, невозможно, поэтому лучше знать что-то одно и хорошо. Я достаточно неплохо знаю RabbitMQ. Думаю, что я ответил на этот вопрос. Поехали дальше. Вопрос номер 38. И он звучит следующим образом. То есть, OpenConnect лучше использовать или SAML. Ну, я вам хочу показать вот такую вот картинку. Я на одном из видео увидел вот такую историю. И она на самом деле показывает, что из чего, кого и с кем. Как вы видите, SAML был придуман достаточно давно. Он опирался на определенные принципы, которые были созданы, собственно говоря, и спецификации, которые были созданы в 2005 году. После этого придумали ООС-2.1.0, который, собственно говоря, сначала просто дополнял SAML, а потом он вылился в полноценный ООС-2.0, с Bearer Token, с Threat Model, Security Consideration. В общем, это как бы следующая версия, следующее поколение. Более обновленное, более надуманное, уже реализующее большее количество спецификаций по security, то есть по безопасности. И в 2014 году появился OpenID Connect, который сделал некоторые надстройки над ООС-2.0, который, собственно говоря, ввел новое понятие Identity ID, который специализировался на выдаче информации о пользователе, защищенной информации, вернее, гарантировал неизмененность этой информации. Также в 2015 году появились новые штуки, так, GVT Token, посмотрите, там, PKC, вот этот вот стандарт. И, в общем-то, в 2017 году у нас появился такой сборный, да, такой Native App стандарт, который уже позволял делать более, в общем, описание, то есть все стандарты собрали в одну кучу, поэтому как бы вот придумали. А в 2019-2020 году появились мутационные TLS, ну, то есть на самом деле Token Exchange появился, то есть новые стандарты, новые спецификации. И, в общем, как вы видите, на вопрос я очень просто отвечу. Если нужно выбрать SAML или OpenID, я бы выбрал OpenID Connect. OpenID Connect позволяет делать все то же самое, что и SAML. Просто, смотрите, если у вас какой-то Legacy код, вы не сможете перейти от SAML просто так к OpenID, потому что это все-таки секьюрность, то есть безопасность, это влияет на процессы. С этим, ну, на самом деле, с этим, конечно, можно жить, но вот имейте в виду, что на вопрос OpenID Connect или SAML, я бы выбрал, конечно, OpenID Connect, потому что этот стандарт посвежее, и у него есть дальше будущее. Посмотрите, OpenID 2.1, где уже спецификации, ну, вернее, там будут внесены, так сказать, утерянные, да, нет, не утерянные, позже придуманные спецификации по секьюрности и по процессам. Ну, про OpenID, ой, про OPOS 3.0 мы пока не будем говорить, это далекое будущее, ну, вот, в общем-то, вот таким вот образом я бы ответил на этот вопрос. Вопрос номер 39. Сколько последовательных запросов можно делать при REST запросах в микросервисной архитектуре? На самом деле это очень интересный вопрос, и я видал много людей, которые, ну, встречался со многими людьми, я общался, которые считают, что 1-2 запроса это как бы нормально, а 3 это уже много, ну, или 4 много. В общем, скажу вам из опыта, что я видел и до 12 запросов последовательных, и, в общем, есть ли правильная архитектура построенная, есть ли есть load balancer, есть ли есть каширование, вы не заметите, что это было 12 запросов. На самом деле, вот говорю, 12 запросов видел для одного из проектов, и это было нормально, то есть задержка была около 0,8-0,6 миллисекунд, ну, вернее, секунд, то есть 600-800 миллисекунд. Это, в принципе, нормально. То есть, понятное дело, что можно сделать и 3 запроса задержки, когда составит там 3 секунды, 5 секунд, 10 секунд, и это ни в какие рамки не лезет. А можно, собственно говоря, и 12 запросов поставить в очередность, последовательно, и каждый будет выполняться недолго, и, в общем, все зависит от того, насколько вы построите вот эту вот зависимость правильно, основываясь на кашировании, основываясь на балансировках там всяких разных. Ну, в общем, сколько правильно, сколько можно делать, сколько вам душа позволит. Главное, чтобы у вас все эти 12 запросов не выполнялись там 12 секунд, чтобы пользователю не пришлось это ждать, или там больше секунд. Вот такой вот ответ. Поехали дальше. Когда можно и нужно применять API Gateway Pattern? Офасад ООП. Ну, в общем, я понимаю, о чем вопрос. Смотрите, API Gateway – это на самом деле шлюз, это паттерн такой, он используется для микросервисной архитектуры. Более того, он очень похож на паттерн фасад, который используется в ООП, и на самом деле нужно понимать, для чего нужен фасад, и, в общем-то, для чего нужен Gateway этот. Они очень похожи, но есть некоторые нюансы, как говорил один мой знакомый, «Дьявол кроется в мелочах», ну, вернее, наш общий знакомый. И, собственно говоря, все сводится к тому, что как раз Gateway Pattern, то есть шлюз для микросервисной архитектуры, можно использовать в нескольких местах. Первое. Когда у вас, допустим, один фронт собирает данные с нескольких сервисов, и тогда можно сделать вот этот API Gateway, то есть определенный новый сервис, который будет выступать шлюзам, который в бэкэнде будет собирать все данные со всех сервисов, и, собственно говоря, фронт будет подключаться к этому шлюзу и использовать непосредственно вот этот самый бэкэнд, как этот шлюз. То есть это первый вариант. Второй вариант. Когда, допустим, у вас есть более мелкие, более детализированные сервисы, например, там проведение платежек, или там, допустим, распознавание текста, или формирование отчетной документации, они более мелкие. И для того, чтобы, допустим, на сервисе бухгалтерии сделать не 72 запроса, там разные сервисы, когда будет достаточно сложная архитектура, а сделать один шлюз, который будет вот эти вот последовательные запросы, опять же, в концепции одного, так сказать, как это, ambient content, как это по-русски там, то есть в контексте одной бизнес-задачи, да, формировать документы там. В общем, другими словами, когда у вас есть возможность принципиально, да, собрать в кучу в одном микросервисе все, собственно говоря, необходимые запросы с других сервисов, более мелких, так, собственно говоря, бывает иногда, то лучше использовать API Gateway. Более того, один из вопросов у меня был, что такое Ocelot, так вот, Ocelot в данном варианте, вот для этого API Gateway, это идеальный вариант, который позволит не только разрулить балансирование, ну, то есть как это, load balancer, по-русски-то, нагрузочные вот эти вот, нагрузку распределить, да, на запросы, он может и кэшировать, он может делать и роутинг, более того, он может роуты переписывать, и, допустим, если у вас какой-то, ну, маленький микросервис, там, за шлюзом поломался, или, допустим, он изменил другой адрес, то изменение запроса в Gateway, то есть в шлюзе, можно там при помощи одного, там, параметра поменяв, там, JSON, то есть в настройках этого Ocelot сделать, это будет идеальный вариант, то есть количествами сервисов, то есть сервисами, которые будут подходить в этот шлюз, то есть использоваться в этом шлюзе, можно оперировать очень гибко. Итак, поехали дальше, вопрос 41, большие шаблоны для большого функционала для бизнеса. Собственно говоря, этот вопрос из комментариев мне предложили осветить тему, когда, в общем, смотрите, начало заводится с того, что у меня есть, так называемый, Nimble Framework, в котором есть небольшой шаблон, их парочка, с использованием Identity Server и без него, то есть два микросервиса, если вы из них создадите проекты, то они между собой по авторизации свяжутся, собственно говоря, там уже есть Swagger, там уже есть преднастроенные все необходимые для запуска микросервиса объекты, Security, то есть я уже говорил, Swagger, там есть конфигурация, то есть, в общем, такой стартовый, можно сказать, проект можно, собственно говоря, очень легко создать. Что же касается больших шаблонов, на самом деле я в этом смысла не вижу. Смотрите, если вы сделаете какой-то большой функционал, в который будет потом, ну, во-первых, это как бы противоречит SPR принципу, да, Single Responsibility принцип, который, как бы, чем меньше, тем лучше, а также интерфейс Segregation, как бы, немножко разрушается, да, то есть, чем меньше у вас кубики, тем больше гибкости при их использовании. В общем, если вы сделаете один большой функционал для какого-нибудь проекта, то только для этого бизнеса вы сможете использовать этот самый шаблон, да, этого функционала. Это не очень гибкий подход, и на мой взгляд, опять же, мой личный взгляд, это не имеет смысла, потому что составные компоненты вот этого вот шаблона, они будут меняться и обновляться. То есть, вот мне на самом деле достаточно требует большое количество времени поддержания вот этого Nimble Framework, его в этом, в актуальности, да, обновление этих Nugget пакетов, часто меняется AutoFuck, часто, ой, извиняюсь, Автомаппер, часто меняется Swagger, часто меняется сам Entity Framework Core, часто меняется сам ISP.NET Core, то есть, вот обновление вот этих сборок занимает достаточное количество времени. Это если учесть, что они замедляются со стороны, ну, другими разработчиками. А если говорить про ваш шаблон, который будет более, большего размера, ну, вот тут как бы на самом деле решать вам, я не вижу в этом плохого там поведения, вы можете, конечно, это делать, просто это будет очень сложно поддерживать. И как только ваш первый релиз этого шаблона выйдет, большого функционала для бизнеса, или на самом деле неважно для чего, он тут же устареет. Там через месяц обновятся сборки, и вам придется вот это вот все поддерживать. В общем, смотрите сами, используйте сами, делайте сами. Я просто с этим, как это, хапнул, так сказать, да, прошу прощения за мой жаргон, и я уже не делаю такого большого функционала. Я делаю то, что легко обновляется, легко можно встраивать в разные вещи, можно и изменять. Я даже сами вот эти Nimble Framework'и разделил на Nugget пакеты, которые тоже отдельно используют, и их обновление, в общем-то... То есть, когда установится пакет, мне достаточно нужно обновить все Nugget пакеты, и я имею, в общем-то, самый свежий, самый свежий уже обычный функционал у моего шаблона. Ну и последний на сегодня вопрос, номер 42. Использование MassTransit нарушает концепцию микросервиса. Этот вопрос тоже поступил непосредственно из комментариев к одному из видео, из, соответственно, промо-странзит. И, в общем-то, я в комментарии достаточно развернуто ответил, здесь только повторю. Если говорить про микросервисную архитектуру, то никаких ограничений по ее созданию нет. Есть порядка четырех характеристик, очень абстрактных, ну это на русском языке, порядка пяти характеристик на английском языке на сайте Википедии, которые очень абстрактно описывают поведение микросервисов при том условии, что их можно считать микросервисами. Вы сами с ними можете ознакомиться, и тем не менее, там нет никаких ограничений на использование платформы, никаких ограничений по использованию инструментов, никаких ограничений по использованию конкретных библиотек, сборок, каких-то механизмов. В общем, так или иначе, никакого нарушения концепция микросервисов не получает при использовании масс-транзит. Единственное, что, возможно, вы получите ограничения, потому что масс-транзит это в первую очередь .NET, хотя не только. Но, собственно говоря, все начинается с того, как у вас настроена ваша текущая бизнес-задача, бизнес-проекты, бизнес-среда, какой легоси-код у вас существует, если у вас настроено все на Node.js, на Kafka или на экспрессе, масс-транзит сюда влеплять как бы на самом деле особого смысла нет. Если у вас, допустим, стек Майкрософта, используется там Azure, используется .NET Core, welcome, масс-транзит, на самом деле очень удобно. Причем масс-транзит уже умеет цепляться не только, то есть, когда я с ним столкнулся, он уже имел возможность подключаться не только к RabbitMQ, но и еще, по-моему, сервис BAS, насколько я помню. Ну, я могу ошибаться, поправьте меня. Сейчас же масс-транзит поддерживает большее количество очередей сообщений, с которыми может работать. Собственно говоря, вам нужно просто определиться с той микросервисной архитектурой, которая, возможно, или имеет возможность быть построенной на вашем стеке, на ваших приложениях, на ваших существующих сервисах или тех, которые вы будете использовать. Все зависит от того, что вы используете. Собственно говоря, это никак не ограничивает саму микросервисную архитектуру, потому что, как таковых, ограничений нет. Повторюсь, что есть некоторое количество абстрактных понятий. Это как принцип duck typing, так называемый. То есть, если вы летаете как утка, крякаете как утка, то, возможно, вы утка. И, собственно говоря, здесь такой же примерно подход, что если вы публикуете отдельный сервис, если у вас у каждого сервиса своя база, если у вас диплой разделенный, могут разрабатывать разные, собственно говоря, команды, то это, возможно, микросервис. Ну, то есть, опять же, это мое сугубо личное мнение, но эта концепция, она как бы на самом деле работает. Вот. Вот, наверное, и все на сегодня. Спасибо, что комментируете, спасибо, что пишете. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok